Приветствую всех на своем канале Приобрели мы новый плиткорез плиткорез фирмы Husqvarna модель TS-60 ну и сейчас я кратко расскажу будет такой маленький у нас обзор и так, вот наша Husqvarna TS-60 начнем по порядку вот у нас ноги примечательно, что в них во-первых, они очень добротно сделаны крепкий очень металл во-вторых, они выдвигаются то бишь нажимаем кнопочку и вот на таких защелочках на нужную высоту себе их можно отрегулировать также есть отверстия в этих ногах для крепления самого станка к ногам то бишь, чтоб ничто никуда не у нас не уезжало так, начнем мы с ванночки обзора то есть вот в нем есть такая вот ванночка она заезжает туда на такие салазочки вот в ванночке отдельная емкость для самого насоса и выход для прилива воды и для вывода шланга и естественно заглушка ванночка сделана добротно не пытается там хлипкая вот сам насос у нас вот такой вот у него присосочки такие то есть он туда в ванночку вставляется и вот так вот у нас присасывается но лично мое мнение что эти присоски будут служить недолго потому как есть у меня использование аквариума это на практике потому что такие присоски у нас долго не живут долго не живут вот так это дело можно положить можно переставить можно где-то сбоку присосать вот здесь у нас выезжает вот такая станинка вот примечательно в ней что вот такой удерживатель воды обставил струи воды потому что когда вот начинают воду забрызгивать а раньше мы подставляли что-то там кусок гипсокартона либо пенопласт но что-то окрепили очень не хватало вот этой вот штуки вот и здесь вот таким образом сюда очень нужная вещь вода не разбрызгивается вот шланг идет подвод воды на самый основной насос и другой сюда же вставляется я покажу к самой станине вот то бишь вот этот выход вот он вставляется и подает воду на саму станину то есть вот на этот паз если нам не нужно допустим чтобы нам вода подавалась сверху а нам нужен подвод снизу это для того и нужно вот у нас здесь такой переключатель вот его крутите подается снизу переключили подается кверху вот у нас подвод второго шланга то есть он открепляется таким путем вот вставляется и проворачивается обратно то бишь это подвод воды именно на саму станину вот станинный ход очень плавный обеспечивает вот такие вот ролики у нас они у нас пластиковые вот станина сделана очень добротно вот 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 как я уже говорил очень плавный сама станина довольно таки широкая сантиметров здесь боковая такая ландосева которую делает старины более широкой здесь у нас вот такие вот крепления для чего они вот они раскручиваются как я уже говорил ранее они фиксируют у нас сам станок к ногам вот таким это все образом происходит точно также с обратной стороны и так сама голова очень тугой то есть нужно силу приложить для того чтобы ее опустить вот обеспечивается это вот такой вот пружиной но потом разработается будем надеяться что будет лучше основной зажим фиксирует голову нас то есть вот мы его закрутили голова у нас никуда открутили голова у нас входит вот второй зажим обеспечивает глубину реза то бишь открутили глубина вот сейчас закрутили меньше вот третий режим у нас для смены диска и обслуживания очень удобно потому что в других моделях у нас было нужны ключи какие-то еще что-то там чтобы это все дело разобрать здесь очень удобно вот подвод воды а вот единственный минус этого подвода то что он никак не регулируется вот модели деволт у нас был подвод здесь и его можно было крутить то бишь направить конкретно на диск чуть чуть ближе на само лезвие диска на начало его и вот от этого соответственно менялась подача именно на сам диск воды в плане разбрызгивания то есть либо же капли падают как здесь сейчас вот он на диск подает воду они открываются кожух как вы начинает падать а там же можно было добиться тоненькой такой как бы стеночки воды вот за счет подачи но это мы может быть переделаем дальнейшем кнопка стопор для стопора диска при его замене вот единственное что мне немножко не понравилось это кнопки пуск стоп вот потому что в других моделях там был такой рычажок поднимаешь его аппарат работает нажал обратно он включился довольно таки было комфортно вот все это дело куда забыл еще я по 45 градусов у нас есть запил вот то бишь ночью головы вот вот но кроме того проекта что немножко неудобно вот кнопка индикатор работы вот фиксатору для фиксирования столешницы то бишь вот мы ее зафиксировали все столешница у нас никуда не двигается вот в целом первое впечатление станка очень добротные а вот диск в комплекте шелку скварновский алмаза на пыление довольно таки широкая потому что в других обычных станочках 11 миллиметров вот мы видим на плене рез станка диска этого на станке довольно таки хороший вот уже на пробовали порезали пару метров плитки в целом все понравилось еще здесь вот такой у нас фиксатор фиксатор ну то бишь надо на упор какой-то линеечку сделать выставили зажали вот по линеечке и нарезаем допустим те же плинтуса одного и того же размера вот очень понравилось выставление по градусам вот то бишь надо нам 45 градусов выставить поставили закрутили положили плиточку порезали надо больше сделать там какой-то другой градус ну то есть все очень четко не нужно само отверять как бы вот в этом плане эта вещь тоже очень очень понравилась вот мощности у станка хватает вот довольно таки мощный там он работает скажем так приятно забыл добавить здесь для транспортировки есть очень удобные колесико то бишь все это дело мы сложили вот многие отдельно остановили и как туристический чемодан за собой потащили для этого для транспортировки есть у нас вот это вот ручка вот то бишь и берем и тянем за собой как чемодан вес его 36 килограмм вместе с ногами вот ну давайте владимся по техническим характеристикам мощность двигателя 1800 ватт напряжение у нас используется 220 вот диаметр диска у нас 250 миллиметров вот глубина резки 65 вот максимальная длина пропила используется 70 70 700 миллиметров вот ну если кому-то надо будет более подробные характеристики можно найти без проблем в интернете вот есть у нас еще одна модель куску арбаска вот т.с. 230 но они немножко попозже я сейчас расскажу в сравнении предыдущей моделью этот станок у нас будет использоваться для резки различной плитки не крупногабаритной вот в основном это керамогранитная это будет 60 на 60 но и поменьше другие если проблема в этом станке что вот это вот нога вот не дает скажем так по диагонали распилить широкую плитку вот но для этого мы купили тот мелкий станок вот будем использовать его этот же нам нужен для более точной работы очень примечательно в этом станке вот именно вот это вот опускающаяся голова вот можно сказать из-за нее данный аппарат был куплен потому что если нужно порезать допустим нам плиточку ну вот допустим нужно порезать нам плиточку вот мы делаем допустим ставим упор вот примерно сюда как-то надо нам ее как-то распустить на другом допустим станке мы то есть что делаем ставим меточку карандашиком здесь ставим здесь прикидываем головой как это опускаем голову смотрим попадает на эту меточку вот дальше двигаем станину смотрим попадает у нас на эту меточку и тогда делаем пропил обычно мы это делаем прорезаем верхнюю мазурь вот насквозь а потом уже идет у нас основной рез так у нас нет сколов вот ими говоримся идеально точно разреза данная плитка допустим как в этом случае когда у нас идет плитка на ступеньке вот данный станок у нас будет не заменим в работе вот можно конечно сделать это все я делаю и болгаркой как бы попилить но такого качества резы там так болгарка не добьешься как на данном станке вот все на этом у меня все если кому-то понравилось ставим лайки вот и не забываем подписаться на мой канал будет много интересного и еще один из плюсов забыл я про него добавить это плавный пуск самого двигателя потому что до этого у нас были станки они сразу же стартовали на максимальных оборотах здесь же пуск у нас двигателя плавный а 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 Вот такой вот у нас получается рез.